Это, правда, особенное войсковое подразделение. Усе военнослужащие пограничники, але некоторые мают армейские звания, некоторые морские. Старшиня первой статьи служить помощь сержантам, амичмам с прапорщикам. 18 годов тому для Ахова белорусско-украинской границы у Лоеве разместили группу катеров, на базе якой потом створили отдел Бераховой Аховы. Все лето подразделение отремало новую назву – пограничная комендатура Лоев. Петру Самойленку с Рогачевского района до Дембеля меньше как три тыдни кажут, что службы в пограничном комитете застанутся самое приемное уражение. Сколько раз выходил на Аховы державной границы, одразу уже и не узгадая, але перший наряд памяты добрым. Я пошел со своим старослужащим, мне очень понравилось. Он рассказывал мне о несении службы пограничных нарядов, как охраняется государственная граница, сколько нарушителей бывает. Не глядя, че на то, что головная задача пограничников николи не изменяется. Сама служба не та, что была участвовать в СССР, а саблевых – это т.д. бытовых умов. У лексиконии сучастных пограничников, на вот такого слова, как казарма, уже не снуе. Теперь спальное помешкание. У кожным покоя максимум 10 ложков. Причем у кожным своей саблевости. У маракона прыгают подушки, у день повинны быть у форме паруса. А саблевое для кожного солдата место – столовое. Меню складается на месяц. Никто не заброняя родным досылать участь в продуктовые посылки. Але додатковая ежа, звычайно, не потребная. За выключением акчима солодкого у меню шоколаду с сукерками нема, а молодой организм потребует. День меню на четверг у этого месяца – плов, салат весновый, суп молочный с макаронами, мясо, рыба смаженная, пюре с бульбы, ну и, зразумево, горбата, хлеб, масло. После призыва на военную службу, три месяца в учебке и 10 дней стажировки в войсковой части, за кожным молодым обоязково замыслены некто со старослужащих. У речи, ахова мяжи – это боевая задача. Он на радио у кожного солдат – боевой автомат и два магазина с патронами. Правда, применять зброю приходится редко. Порушения на территории Лоевской погранкомендатуры здороваются, але их ликвидация проходит, звычайно, без применения силы. Некто, порушая пропускный режим, некто спробую пробачить у забороненном месте. Граждане осуществляют браконьерскую деятельность. Вот опять же, в апреле месяце было выявлено два гражданина, уже Республики Беларусь, жители Гомеля, которые осуществляют браконьерскую деятельность в населенном пункте Глюше, Слоевского района. Там у них было выявлено 50 сетей. По традиции, кожный военнослужащий, який в первый раз накировывается у Нарад Парасе, повинен выпить, когда половый литр воды из Днепра, такое своесобливое посвящение у Мараки, что отлично техничной оснащенности погранкомендатуры, то и она дозволяя контролировать межу вельми надеянно. Причем, калеране и т.е. шкаторы были выключены замежной в творчестве, зарослой на узброении, уже и белорусские полосродки. По охудкости и проходности на территории Лоевской пограничной комендатуры ровных им нема. Олег Сентяров, Евгений Натенько, Телерадо, компания Гомель, Слоева.